Добрый день, меня зовут Роман. Я руководитель отдела автоматизации компании Goldman Group и сети магазинов мясничьей. Вкоре после открытия первых магазинов мясничьей мы поняли, что все существующие программные продукты не удовлетворяют ни нашим потребностям, ни нашим внутренним стандартам. Специфика учета в мясных магазинах, желание сделать работу пользователей удобной, приведена к тому, что мы разработали собственный уникальный программный комплекс, состоящий из трех программных продуктов. Объединенных в единую инфосистему. Блок управления акциями В программе реализовано большое количество разнообразных систем лояльности, которые можно сочетать между собой. Чтобы создать новую акцию, не нужно обладать навыками программирования. Все интуитивно понятно. Обычно в магазине одновременно проводится много акций, и каждая из них требует внимания и контроля. Здесь, на рабочей области, удобно расположены все действующие акции. Можно повышать, либо понижать их приоритет, менять временные границы. Для примера создадим акцию и убедимся, как это просто. Создаем новую акцию, называем ее День рождения. Указываем срок действия акции. Будет действовать в течение года. Указываем, как она может действовать, сочетаться с другими рекламными акциями. Указываем зону охвата. Мы укажем, что это действует для всей сети. Но мы можем выбрать конкретную кассу, конкретный магазин, где будет действовать эта акция. Условия применения. Пусть она будет применяться автоматически при предъявлении карты лояльности. Настроим акцию. Здесь есть много вариантов для задания условий к акции. Например, мы можем указать, что акция применяется при сумме чека достижения 1000 рублей. Для директоров магазина и собственного бизнеса мы разработали Telegram-бот, который позволяет в режиме онлайн получать некоторые TPI работы магазина. Придемонстрирую работу этого бота на экране мобильного телефона. Переходим в Telegram. Открылся бот. Нажимаем кнопку на чат для регистрации. Происходит регистрация вас как пользователя. Нажимаем «Получить отчет». Выбираем период, за который нужно сформировать. За текущий день, за текущую неделю, либо за месяц. Давайте выберем посередине, за неделю. Прилетает вот такого вида отчет, в котором представлены показатели. Они формируются динамически. То есть онлайн информация поступает либо с КАС, либо с товароучетной системы. И вот в таком наглядном представлении формируется в виде отчета. Количество TPI расширяется, форма отчета меняется. На текущий момент он выглядит именно так. Ходясь на удалении от магазина, в отпуске, в командировке, вы можете по каждому из своих магазинов получить основные показатели, не запрашивая информацию от финансового директора, а от бухгалтера. Вот так с помощью Telegram. Продолжение следует...